итак продолжаем обзор об экипировки значит о чем сегодня поговорим поговорим о дыхании очень много вопросов очень много последователей и я не знаю как так получилось у меня немного специфичное такое отношение это как-то само собой получилось я дышу довольно таки специфично во время жима то есть в основном то наверное люди не дышат а я дышу и многие пробуют не могут понять я попробую объяснить как это получается значит если представить паровой котел допустим и вот он нагревается и вот этому пару некуда деваться и там есть какая-нибудь свистулька там стравливание воздуха можно чайник со свистком кстати представить чайник начинает кипеть и начинает воздух выдыхать я выдыхаю воздух во время опускания обычно спортсмены принимают набрал и но если человек не опытный он может не рассчитать потому что самое трудное вот эти вот последние доли секунды эти последние пару сантиметров и у человека не хватает дыхания и он нервничает и он начинает опускать вот таким образом если траектория идет и остается у него там допустим пару сантиметров а воздух у него заканчивается он паникует и он съезжает сюда и съезжает сюда это хорошо если вес небольшой тогда он сможет отсюда вытащить а если вес большой то сразу переворот переворачивается сразу на пузо туда в пах у него улетает штанга поэтому можно попробовать можно не набирать воздух а попытаться его стравливать но стравливать не так вот что полностью ты вот дышишь и вот так не получится потому что полную грудь потом здесь набрать не получится легкие до такой степени сжимаются что воздух вдохнуть невозможно поэтому вот как собаки дышали это я уже анализирую потом мне все это пришло инстинктивно а я потом уже попробовал проанализировать специальные как бы так не не учился но я пытаюсь вам объяснить знаете собаки дышат вот так вот нормальный человек так не сможет почему это получается потому что они дышат верхняя частью легких только только частью легких они дышат то же самое делаю я знаю что у меня получается что я набрал воздух и потихоньку начинаю выстраивать дохожу до какой-то степени до той степени каждый для себя я сам выберет когда можно набрать еще можно набрать в легкие полные воздуха потому что если чуть ниже уже все здесь сжато сдавлено уже набрать уже не получится здесь все сдавлено а если допустим за 300 а если за 400 я пробовал это вообще шок у меня даже не получалось дышать потому что за 400 420 когда вам берут дают подают вот так на руки ты уже не можешь вдохнуть теперь тут так вдавило все что вдохнуть уже не получается поэтому мне приходилось вдыхать здесь набирать но я работал на брусках на этом весе а если на полную амплитуду конечно надо лучше учиться стравливать воздух вот ты набираешь и и в тот момент когда ты чувствуешь что это уже пора ты набрал полное для чего набирается полные легкие вот это знаете как пружина вот она сжимается 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 и чем ту же пружина будет тем легче потом будет выброс вам выкинет это все и вы просто ловите по инерции дальше и доводите дальше поэтому нужно каждый для себя рассчитывает сам вот это вот вдыхание где набрать вот эту вот полную грудь но грудь должно быть на вы легкие должны быть полный тогда вам будет гораздо легче выстреливать очень дыхание каждый подбирает под себя сам и наверное все таки этому нужно учиться потому что кому-то это естественно приходит а у кого-то сложности у меня вот пример такой ярчайший просто екатерина зайцева она не умела дышать совсем это при условии что человек где-то 8 лет что ли или девять занимался легкой атлетикой она не может дышать она на любое количество раз делает без дыхания вот она взяла и и хреначи ты я все это заметил буквально может уже через год наверно обратил внимание я был в шоке и я ее учил довольно таки долго она психовала она не могла понять но все таки вот сейчас она нормально дышит и выдыхает на на движении как положено и конечно это помогает потому что если вы делаете какой-то под вздох какой-то где-то вот здесь надели выдох где-то здесь вот внизу часто еще когда опыта нет вот он опускает и вот он потом все он уже не пожмет вот он вот всю эту пружину он расслабил все он раз она уже она уже не выстрелит уже выстрела не получится и еще такой момент я про бруски когда говорил что я хотел сказать забыл такой момент сказать что для чего еще бруски нужны вот это вот основное движение в легких тренировках но я потом наверно про тренировки еще расскажу можно пока условно для простоты разделить тренировки на тяжелые и легкие две тренировки в неделю это я так примитивно все как я уже говорил вам главное каркас создать а вы каждый уже под себя потом все это подстраиваете и так понедельник допустим и четверг вот как у меня ребята тренируются в понедельник тяжелая тренировка в экипировке у кого как в четверг легкая тренировка чем они отличаются 1 в экипировке на 5 повторений рабочих вторая на на 10 повторений рабочих то есть здесь 5 по 5 рабочих здесь 5 по 10 рабочих легкие тренировки без экипировки естественно и вот в легкие тренировки вы конечно в легкие тренировки тоже желательно делить на легкие и очень легкие чтобы не перегружать потому что допустим если кто-то в состоянии жать 150 160 на 10 повторений в легкую тренировку то соответственно как бы это уже нелегкая можно их чередовать одну тренировку такую другую легкую тренировку после тяжелой совсем легкую сделать допустим килограмм 50 60 на 15 повторений или даже на 30 я на 50 иногда делаю там три подхода по 50 раз полтинничек погоняю и вроде как я легкую тренировку сделал а бывает ее просто в добивку пускаю но это детали это потом значит бруски что я еще хотел сказать для чего бруски для того чтобы вот это вот этот вот расстояние кроме того что вывод выламываете здесь суставы и рвете майки еще грудь здесь практически у нас не работает у меня есть пару учеников с оторванными с оторванной грудью но есть и среди топовых спортсменов есть ребята которые с оторванной грудью даже жмут то есть вот это движение им не нужно здесь работает грудь но но они в экипировке поэтому вот это подбрасывает экипа вот это движение срабатывает экипировка поэтому в принципе можно даже с оторванной грудью грудь не работает для этого есть и типа вот вы выкинули а здесь нужно поймать во время инерцию и вот эту скорость и разогнать и вытолкнуть вот еще для этого бруски существуют чтобы не убиваться здесь потому что вот это движение в экипировке она практически совершенно не нужно это вот конечная стадия когда у вас когда вам бросает экипа ночь несколько сумбурно но вообще и на будущее я не люблю тезисы я не люблю составлять план как пришло в голову вспомнил куда-то там вернулся лучше вот так уже выписали ну так что вот пока все следующие значит следующее обсуждение эти позиции беру свое у меня и очень много и расскажу вам какая она вообще бывает как ее подбирать и какие модели и какие размеры так что вот так всем пока